Очень плохо рассказывается на всем обществе. И вопрос у меня в том, идея, кстати, была в том, что можно принять у детей негативное отношение к конкурпциям и через СМИ. Я вот хотел узнать, а как именно возможно через СМИ проформировать идеологию негативного отношения к конкурпциям у предаводцев даже? Не знаю. Во-первых, есть такая шутка позднесоветских времен «Холодильник побеждает телевизор». В том смысле, что если идеологические установки коренным образом расходятся с интересами, то эти интересы заставляют отвергнуть и делать. Это не всегда так, но довольно часто. конечно, когда речь идет о выживании человека или народа, сиюминутные интересы действительно отступают на задний план, но коррупция – это далеко не всегда вопрос выживания. Более того, в рыночном хозяйстве коррупция принципиально неизбежна. неизбежно хотя бы потому, что до тех пор, пока есть люди, распоряжающиеся значительными материальными ценностями и не получающими прямой выгоды от результатов своих распоряжений, они будут искать способы добиться этого способа. Во-вторых, потому что очень многие о коррупции в принципе не воспринимаются как коррупция. Ну, когда, например, директор Кировского завода Исаак Моисеевич Зальцман дарил высокопоставленным партийным и государственным деятелям, приезжающим на его заводы, разнообразные сувениры, вроде, например, модели выпускаемых танков и пушек из ценных металлов с украшениями из ценных камней, обе стороны не воспринимали это как коррупцию. И более того, Зальцман был действительно первоклассным директором, что доказывается и его последующие деятельности на других постах, и ему вроде бы совершенно не требовалось подмазывать проверяющим. Но с точки зрения рыночных отношений, это, несомненно, может рассматриваться именно как коррупция, потому что совершенно понятно, что любой из этих высокопоставленных гостей при желании мог бы найти на заводе многочисленные неполадки, хотя бы потому, что не ошибается только то ничего. И в-третьих, коррупция – это далеко не главное препятствие развития. Скажем, для нашей страны соблюдение Вашингтонского консенсуса, вроде бы вполне добросовестное и на уровне личности никем не оплачиваемое, приносит такие разорения, на фоне которых было бы гораздо дешевле подарить каждому из тысяч сотрудников аппарата экономического блока правительства по личной яхте и личному самолету. Лишь бы не мешать. Нет, ошибаетесь. На самом деле большая часть сотрудников этого самого аппарата – люди по благосостоянию, находящиеся где-то на среднем по стране уровне. Скажем, зарплата рядового клерка в правительстве, наверное, на порядок меньше моей. Правда, я работаю на телевидении, и гонорары у меня довольно большие, так что я не этого не сравнения, но смею Вас доверить, что большая часть присутствующих, познакомившись с режимом работы в аппарате правительства и с тем, сколько за эту работу платят, вряд ли захотела бы туда идти. Большая часть работников аппарата правительства работает вполне добросовестно, но лучше бы они брали взятки за то, чтобы этот самый вашингтонский консенсус был забыт, как страшный сон. Коррупция – это, как правило, все-таки не причина, а следствие. И, судя по опыту большинства стран, не так страшна коррупция, как ее политика. Допустим, в Соединенных Государствах Америки большая часть коррупции в законе и именуется лоббированием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова